МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все подвели итоги работы за прошлый год и обсудили задачи на перспективу. Район завершил череду отчетных собраний. Каких показателей добились местные власти и как будет развиваться экономика района, узнавал Дмитрий Ковалев. Лучшие из лучших в своем муниципалитете. Награды от главы региона получили работники заводов, учителя и труженики села. Благодарность за вклад в развитие агропромышленного комплекса вручили директору предприятия «Вурнарец». Она заработала на базе заброшенного колхоза и за короткие сроки завоевала статус крупнейшего в стране племенного завода по разведению гусей. Так, Вадим, сколько получается? 75-80. Ну, 75 идет средний. Это хорошее показательство. У нас это тяжелый гусь, для тяжелого это норматив 65. За счет чего удается удерживать качественные показатели и не только удерживать, а даже улучшать динамику? Кормление, режимы, ну и режимы инкубации техника. Только в прошлом году на племенной фабрике вырастили более 190 тысяч гусят. Птицу реализуют в других муниципалитетах и даже за пределами республики. Растет спрос и на гусиные яйца. Руководитель предприятия уверен, что в ближайшее время удастся освоить новые рынки. У нас в поголовье родительского сада 22,5 тысячи гусей. Производительность где-то 650 тысяч яиц в год. Наша задача обеспечить нашим российским, отечественным, племенным материалам, не допустить импорта. А в этой агрофирме сделали ставку на производство крупы, комбикормов. Недавно здесь начали выпускать и хвойную муку. Этот продукт обогащен минеральными веществами и витаминами, которые необходимы животным для роста. В этом году намерены увеличить посевные площади, чтобы нарастить производство ячменя и пшеницы. Спрос на местные крупы повышается. Вообще, сельхоз Оторосль является локомотивом экономики Цивильского района. Если на самом деле на территории Цивильского района еще пару предприятий, которые будут представлены на федеральном уровне, это будет здорово вообще. Подобращаю внимание всех тех инициативных людей, это нужно делать. До конца года сельхозтоваропроизводители намерены реализовать в районе не менее пяти инвестиционных проектов. Расписаны поэтапный план по освоению залежных земель. По состоянию на 1 января 2017 года площадь необрабатанных земель в Цивильском районе составляла 2081 гектар. За 2016 год введено в оборот 1235 гектар при плане 600. В текущем году планируется ввести не менее 800 гектар необрабатанных земель. Глава республики указал местным властям на проблемные места. В районе ухудшается демографическая обстановка, а в отрасли медицины наметился кадровый дефицит. В недавно открытых ФАПах не хватает фельдшеров. Да, сегодня из 32 фельдшерских пунктов в 9 фельдшерских пунктах у нас нет специалистов. Все эти 9 фельдшерских пунктов обеспечены за счет совместителей. Два раза в неделю или три раза в неделю фельдшера с других пунктов приезжают по графику. Надо с места, значит, сейчас вы говорите по колледжам, кто учится на бюджетной основе, они все должны работать. Приоритеты перед местными властями глава республики расставил на рабочей встрече. Михаил Игнатьев призвал вести жесткую борьбу с должниками. От арендаторов муниципального имущества в бюджет района должны поступать миллионы рублей. К платежной дисциплине нарушителей необходимо приучать через суды. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. В этом году празднование Дня Республики пройдет в Чебоксарах и Порецком районе. Подготовку к этому важному событию обсуждали сегодня в Доме правительства. Это первое заседание Оргкомитета. Сейчас в деловой программе Чебоксарский экономический форум, межрегиональная выставка региона сотрудничества без границ и международный фестиваль фейерверков. Об этом рассказал член Оргкомитета министр экономического развития, промышленности и торговли Чуваши Владимир Аврелькин. Сейчас составляются списки участников, ведутся переговоры и согласования. В культурной программе праздника Всероссийский конкурс «Русь-мастеровая» и фестиваль народного творчества «Родники России», объявленный в Чувашии год матери и отца, станет главной концепцией многих праздничных мероприятий. Есть и другие идеи. Ведем работу, значит, есть согласованность пригласить в республику тысячный сводный хор детей, знать которого при президенте Российской Федерации. Центральная площадка мероприятий «Чебоксары» в городе проведут работы по благоустройству центральных улиц и залива. Будут украшены «Чебоксары» в национальной тематике. Еще одна площадка празднования – Порецкий район. Здесь организаторы планируют несколько экспозиций, в которых будут отражены история и современность, культура и образование традиционной промыслы и кухня муниципалитета. Большое внимание будет уделено благоустройству территорий. У специалистов есть интересные дизайнерские решения по оформлению клумб, расстановке малых архитектурных форм. Татьяна Молокова, Малина Петрова, Андрей Шоклев, Республика. Забыть про выгребные ямы смогут в ближайшее время жители пяти улиц частного сектора на южном поселке в Чебоксарах. Там строят канализационные сети. 182 улицы, то есть около 4,5 тысяч домов в Чебоксарах на данное время не подключены к центральному водоотведению. Иными словами, там нет канализации. Чтобы данное благо цивилизации появилось, жители пяти улиц южного поселка проявили инициативу и за собственные средства сделали проект, который прошел госэкспертизу. Инициатива была не наказуема, а поощрена. Улицы включили в инвестиционную программу водоканала. На данном объекте мы видим сейчас строительство канализационно-насосной станции и аварийных резуаров, которые предназначены для водоотведения улиц южного поселка. Строительство насоса началось в 2016 году. Сейчас мы видим построенную насосную станцию и аварийные резуары. Стоимость составила около 10,5 миллионов рублей. В 2017 году планируется завершить строительство самотечных сетей массового перехода через реку Кукшум. Объект непростой. Близко река Кукшум свойства грунтов потребовали свайных оснований. Кроме того, есть вопросы по подключению к электросетям. Все это разрешимо, уверяют специалисты. Все работы планируют завершить к 2018 году. С сегодняшнего дня выросли тарифы на перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам. Новый расчет по пригородным составил 2,62 рубля за километр. По междугородним 2,87 рубля. Увеличилась и стоимость проездных по межмуниципальным маршрутам. К примеру, теперь доехать из Чебоксара в Новочебоксарс на маршрутке стоит 25 рублей. При оплате безналом 24. На автобусе 21 рубль за наличные 20 по карте ЕТК. Эй, небо, сними шляпу! Первая женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова 6 марта отмечает юбилей. К этой дате партия «Единая Россия» запустила акцию. Все желающие могут лично поздравить легендарную чайку. Открытки цвета неба, на которых написаны те самые знаменитые слова, силуэт ракеты и хэштег «Первая в космосе». Вот так «Единая Россия» и вся страна поздравит Валентину Владимировну с юбилеем. Первую женщину-космонавта в Чувашии хорошо помнят. Она бывала здесь не раз вместе со своим мужем Андрианом Николаевым. Летчиком-космонавтом дважды Героем Советского Союза. А их дочь Елена по-прежнему приезжает на родину отца. Отправить теплую весточку Валентине Терешковой решил и Василий Кристенков. Не смог себе отказать удовольствие принять участие в этой акции и написать несколько теплых приятных слов культовому человеку, человеку-легенде, который вошел навсегда в историю. Пользуясь случаем, хотел бы уже непосредственно пожелать юбиляру долгих лет жизни, здоровья, мира, добра, благополучия. И пусть она дальше радует нас. Написать свои пожелания можно в общественный приемной «Единой России». Из Чебоксара в Москву отправят около ста космических поздравлений. Буквально за один-два дня уже почти не осталось у нас именно самих бланков открыток. То есть идут люди разного возраста. Более того, нам сегодня позвонили из школы номер 10 имени космонавта Андрея Григорьевича Николаева и попросили хотя бы чуть-чуть немножко открыток оставить для них, потому что для них именно воспитание ребят, воспитание наших школьников в духе покорения космоса является наиболее важным. Акция проходит во всех регионах. К юбилею Валентина Владимировна получит миллион открыток. Это чуть меньше, чем количество звезд, которые она видела из окон иллюминатора космического корабля. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. Сегодня министр информационной политики и массовых коммуникаций Республики Александр Иванов встретился с известным российским журналистом, продюсером и телеведущим Сергеем Ломакином. Сергей Ломакин приехал в Чувашию с рабочим визитом. Известный экс-ведущий Первого канала, соавтор знаменитой программы «Взгляд» сегодня возглавляет дирекцию регионального вещания и спецпроектов общественного телевидения России. Сергею Ломакину всегда была интересна российская глубинка, национальный колорит регионов. Вместе с министром они обсудили возможность приезда в республику творческой бригады, чтобы сделать серию программ о малых городах Чувашии. Такой проект уже работает на ОТР. Корреспонденты посещают города, страны, численность которых составляет не более 50 тысяч человек, знакомятся ли зрителей с жизнью горожан. Одним из героев данного проекта, по словам Сергея Ломакина, в самое ближайшее время может стать Чувашская республика. Стороны обсудили также возможность обмена видеоматериалами между общественным телевидением России и региональными телеканалами Чувашии. Из Новгородской области с победой студент Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий участвовал в открытом региональном чемпионате WorldSkills, где вне конкурса занял первое место по компетенции сухой строительства и штукатурной работы. О профессиональных достижениях, прошедших и грядущих в нашем материале. Дима Кабаков – студент второго курса. Посещает лекции, готовит доклады, а еще вырезает вот такие цифры из гипсокартона. Профессионалы знают, этот материал очень капризный, но, кажется, Дима нашел к нему подход. Не делать резких движений и не надо сильно давить, жестко. Здесь на счету каждый миллиметр, поэтому все должно быть, ну, как бы, точно. С такой работой справиться непросто, хотя за плечами Димы участие в двух чемпионатах. В соревнованиях в Новгородской области он блестяще выполнил все четыре задания. Я такого не ожидал, я думал, что там, ну, я старался, думал, что выйду третьим, но вышел первым. Понравилось с ребятами работать, ну, серьезные конкуренты, прям мощно работают. Сейчас будущий мастер готовится к очередному состязанию – национальному чемпионату. Но для этого надо пройти отборочный тур, который состоится уже в апреле. По его итогам выберут тех, кто защитит честь региона на всероссийских соревнованиях. И у Димы есть все шансы. Он намного быстрее работает, чем свои ровесники. Так как в конкурсе у нас, нам необходима скорость большая, чтобы он мог как бы все собрать, чтобы получить наибольшее количество баллов. Основной упор мы делаем на размеры, на точность попадания размеров, на уровень, то есть на горизонтальность, на вертикальность. В сложности Дима не боится и делится секретом настоящего профессионала. Главное, надо уметь читать чертежи, остальное дело рук. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Великий православный пост – важное событие в жизни верующих. Это время духовного очищения, когда человек может разобраться в своих чувствах и помыслах. Некоторые люди зачастую воспринимают пост как способ оздоровления и похудения. Здесь важно найти золотую средину и не потерять истинный смысл самоограничения. Главная цель поста – молитва. Все пищевые ограничения нужны для того, чтобы очистить дух. Церковные службы помогают преодолеть верующим земные страсти. Есть несколько особенных богослужений, на которых нужно побывать во время Великого поста. В Чебоксарском мужском монастыре уже отчитали канон Андрея Критского. В этом году Великий пост продлится с 27 февраля до 15 апреля. Это самое подходящее время для перемирения с ближними, с самим собой и Богом. Верующий человек во время поста должен чувствовать голод, потому что он хочет кушать, но не земный хлеб, а небесный. Пост требует дисциплины тела и духа. Но ни в коем случае нельзя превращать его в самоистязание. Воины, путешественники, больные люди, беременные женщины и маленькие дети могут не придерживаться строгих пищевых запретов. Лишения могут причинить им вред. Но молиться они должны. Это ведь не викторианство и не диета. То есть, если мы постимся просто желудком, то в посте, наверное, смысла вообще никакого нет. Это ведь самое главное, вы знаете, наверное, попытаться в себе что-то изменить, в своей душе. Великий пост самый древний в христианстве. Он является самым красивым, трогательным, светлым и поучительным временем для верующих. Он готовит человека к главному празднику – Пасхе. Главное стараться. Вот всей душе, а не просто так, пока зухой заниматься. Помоги вам, Господи, всем достойно подходить к подсвящению Христову. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. Сегодня наступила весна, но это не единственный повод, чтобы на душе стало тепло и уютно. 1 марта в России отмечается День кошек. С мурчащими общалась Ольга Пырочкина. По статистике, 80% россиян держат домашних животных. И половина из них предпочитает именно кошек. К так называемым «кошатникам» относится и большая часть нашей редакции. Так долгое время у нас жила наша телевизионная киска Лариска с котятами. Их мы пристроили в добрые руки. Несмотря на то, что живут бок о бок с человеком, эти животные уже не одну тысячу лет, а не все еще загадка для науки. Так до сих пор точно неизвестно, как кошки мурлычат. По одной из версий в горле есть ложные голосовые связки, которые работают как на вдохе, так и на выдохе. Мурлыкать, кстати, могут не только домашние кошки. А домашние ли кошек еще древние египтяне. В 12-15 веках на Руси кошки ценились на вес серебра и стоили не дешевле пахотного скота. Увы, сейчас все по-другому. У Ольги дома живет шесть хвостов. Она совсем не героиня анекдотов про одиноких женщин с 40 кошками. Ольга – волонтер фонда помощи бездомным животным и просто не может пройти мимо, когда животное в беде. Муж и ребенок давно не против. Это наш любимчик, это персик. Персик попал к нам уже достаточно давно и почему-то задержался. Я никак не могу понять, почему, куда люди смотрят, потому что это шикарнейший кот. Он не трогает мебель, он не дерет мебель. Он воспитан, он интеллигентен, он обожает детей. Персика мы нашли около магазина. Глаз фактически не было. Был один сплошной подкожный клещ. Персик, луша, баря. Разные расцветки, разные характеры. Объединяет их одно. У всех непростая судьба. Кого-то, как персика, спасли от голода и болезни с улицы. Кого-то от жестоких хозяев. Эта трехцветная красавица до сих пор привыкает, что человек не всегда зло. Конечно, взять животных домой, как Ольга, могут не все. Волонтеры этого и не ждут. Они призывают хотя бы стерилизовать животных, чтобы бездомных не становилось больше. Впрочем, возможность помочь тоже есть всегда. Если у тебя появилось желание помочь, в группе абсолютно, например, в нашей, в наших фондах, можно найти, я не знаю, какую-то помощь для любого человека. Кто-то может писать тексты, кто-то может пиарить, кто-то свободен и может возить животное. Если есть желание помогать, всегда любому человеку можно найти, я не знаю, по его силам какую-то возможность помочь. Подробнее в группах социальной сети ВКонтакте. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Ипотека в рассрочку – так называется новая услуга от Сбербанка. Теперь, приобретая квартиру в рассрочку, покупатель может оплатить только 50% стоимости жилья до сдачи дома. А значит, и вносить платеж по ипотеке в два раза меньше до получения заветного свидетельства о регистрации собственности. Как это работает, вы узнаете далее. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Двушка в новом городе. 65 квадратных метров. Просторная и светлая, с видом на Волгу. Купить такую квартиру без ремонта и не оформляя кредит, можно за 2 млн 650 тыс. рублей. Но если вы не можете сразу найти такую сумму, то Сбербанк предлагает оформить ипотеку в рассрочку. Платеж по кредиту до сдачи дома будет ниже в два раза. Предположим, вы собираетесь брать квартиру в новостройке, но при этом вы на текущий момент не обладаете собственным жильем и снимаете. Соответственно, у вас есть расходы на аренду. Вы можете взять квартиру у застройщика, заплатив только половину от суммы кредита и оставшуюся половину по договору долевого участия вы заплатите после регистрации сделки. Таким образом, вы не платите за две квартиры, за арендуемую и за собственную, а платите только за одну. Приятным бонусом при покупке квартиры в новом городе станет возможность заказать дизайнерский ремонт непосредственно у застройщика. Его стоимость можно также включить в сумму ипотечного кредита. Вы можете делать ремонт бесконечно, ограничив нас в сумме. Сделайте то, что вы хотите, за эти деньги, за которые хотите. Отличное решение при выборе жилья, квартиры в микрорайоне Кувшинка. Помимо развитой инфраструктуры, застройщик демонстрирует качественно новый уровень строительства жилых домов. Любую понравившуюся квартиру можно взять в ипотеку. Если вы снимаете где-то жилье и хотите купить у нас квартиру, вы можете приобрести квартиру. И до того момента, пока мы не передадим вам квартиру, платить гораздо меньше, потому что стоимость процента будет равна ровно половине стоимости кредита. Еще одна приятная новость для тех, кто планирует оформить ипотеку. С 20 февраля этого года Сбербанк снизил ставки по жилищным кредитам. И теперь ипотеку в Сбербанке можно оформить по ставке 10,4% годовых. Ставка будет 10,4% в случае оформления сделки с использованием услуги электронной регистрации. Клиенту уже не нужно ездить в рекпалату либо в МФЦ, чтобы сдавать документы. То есть, если в рекпалате либо в МФЦ такая сделка бы регистрировалась 7-9 рабочих дней, то при электронной регистрации процедура занимает всего 3 рабочих дня. Иными словами, взять ипотеку на выгодных условиях сегодня стало еще проще. Узнать подробнее об условиях кредитования можно в любом офисе Сбербанка. Дарина Игнатьева, Росель Мухаммедов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова